Ребята, всем привет, с вами Александр, Jurassic World The Game, и вот это вот мы получили шарового индоминуса, ну как шарового, после прохождения турнирчика, да, вот у нас появился вот такой вот индоминус. Так, где наш индоминус? Ну вот наши индоминусы, они находятся вот здесь, как живые, так сказать, да, какое вам больше всех нравится. Вон, игра как-то стала повеселее работать. Ну ладно, не суть, у нас сегодня есть более важное событие, ну вот это было супер. Так, в наборе выведения индоминуса вы найдете ДНК индоминуса и рекса, а еще какие-то супер ДНК. Так, сдвиг ледниковый арктодус? Нет, нас интересует вот эта часть из мира южского периода 2, да, помним мы эту сцену, когда, ну там, там разве был такой большой вертолет-банан? По-моему, там был обычный вертолет, маленький. Хотя, кто его знает, давно смотрел, уже не помню. В комментариях, я думаю, вы поправите. Че там-то как? Ладно, давайте, че мы туда пойдем? Не, мы туда не пойдем. Мы пойдем вот сюда. У нас, кстати, Мазазавра-то здесь не так давно в игре поправили. Он изначально у нас был, ну, довольно слабый. Ну как слабый? Он был просто легендарный. Кстати, у нас Мазазавр стал каким-то випом. А, он же у нас был турнир. Это, кстати, первое существо, которое открывалось на турнире. Точно, я вспомнил. И я в первом турнире его не получил. Ну, это было почти три года назад, потому что тогда я еще был маленький и слабенький. Да, ну вот так вот выглядит наш Мазик. Десятый. Ну, вот так вот он, наверное, больше всего и похож на, ну, на того, что в реальности, а это уже полоски, это так, уже понты, короче, понты для приезжих, как говорится. Вот так вот, давайте сделаем скриншотик. Давайте прочитаем про нашего Мазика. Название Мазазавра означает ящер из реки Моза, данном по реке Мез, где были обнаружены первые образцы окаменелости. 18 метров длина, один из крупнейших Мазазавридов, так, и последним из них, живший на земле. Вот так вот. Мазазавр охотится у поверхности, хотя рыб хватает, рыб, птиц, и все, до чего сможет дотянуться, в том числе Индоминусорекс. Ха, поправочка, да. И Птернодонов кушает, и Индоминусов кушает, мы это все знаем. Когда череп Мазазавра был обнаружен в конце, правильно считаем, х это 10, галочка это 5, и троечка, кто вдруг забыл, как римские цифры читать, в конце 18 века, в 1800-м, каких-то 80-х, 90-х годах, ученые решили, что он принадлежит крокодилу или неизвестному виду китов. Ну, кстати, да, у кита, ну, и, ну, как, у кита-китовый уз есть, как-то можно было что-то перепутать, но люди, почти там, сколько, ну, больше 100 лет назад были не такими просвещенными, так что, пойдем-ка мы туда сражаться. Так, у нас здесь две битвы, но если что, а, я хотел же еще что-то вам показать, я же вам хотел еще показать других существ. Так, этого вы увидели, а вот Мегалодон у нас, по-моему, не поправили, да, вот он обычный, легендарный, Мозик тоже, блин, не, Мозик не был обычным, Мозик был изначально редким, все правильно. Так, вот у нас есть Хайнич, вот Хайнозавр, мне тоже очень нравится, похож на Мозозавра. Кстати, давайте сейчас мы, блин, че я вышел? Давайте сейчас посмотрим, вот, ну, тут, опа, поменялся, 20-й появились, пятнышко, вот такой, и на 40-го вообще он шикарно выглядит. Да, ну, а теперь давайте будем читать про него. Вы знаете, что Хайнозавр означает ящер с Хайны, ну, реки, в общем, точно так же, как и Мозозавра, все по калечке, по инструкции называют их. Который находится в Бельгии, это имя ему дал в 1885, ну, в конце 18 века, то же самое, что и с Мозозавром. Палеонтолог Луи Долло. Хайнозавр питается черепахами, маленькими Мозозаврами, Близиозаврами, рыбой, акулами, иногда даже есть птиц. С Хайнозавром, состоящим близким морстве, стилозавром и Таневазавром, может протекаться только Мозозавр. Ну, а паразмеры, его что-то написали. Так, при длине 12 метров, да, не 18, конечно, является одним из крупнейших Мозозавридов, плавающих в доисторических океанов. Так, ну и тогда, раз уж такая песня, то нам нужно и Тилозавра найти. И Тилозавр у нас был самым таким, самым сильным демагером, у него самый сильный удар среди обыкновенных, не гибридов. Так, где ты там нашел? Так, Прогнатодон, кстати, тоже же очень-очень крупный парень. Так, давайте смотреть. Прогнатодон, зуб. Не то. В длину до 14 метров. Является Мозозавридом средних размеров. Ну, что значит средних? Одним из крупнейших. Если Хайнозавр при 12, один из крупнейших, то этот еще, короче. Вот, Прогнатодон. Тоже прикольный. Блин, есть такой постоянно. Почему я постоянно выхожу? Так, и... Где тут Тилич, ё-моё? Тилозавр. Вот. Вот, Тилозавр. Вот такая крупная тварь. Вот у него самый сильный урон. Ну, он вообще похож на какую-то белугу. Да, кто в курсе, что это такое, ставим плюс, пишем комментарии. Так, давайте смотреть. Название означает... Шишкастый ящер. Назван так по удлиненной морде, цилиндрической форме, который он бодает жертву. А шишки тут при чем? Может, щекастый? Хе-хе-хе. Звук у Тилозавра кажется... Большим животным. Однако, если смотреть на него спереди, в поперечном сечении, он не такой уж и крупный. Типа, он длинный, но не толстый. В хвосте Тилозавра более 80 позвонков. И он, как и другие мозозавриды, при движении пользуется хвостом. Сверххищник Тилозавра известен тем, что пытается другими мозозавридами и акулами. И поддерживает равновесие в своей экосистеме. Но, блин, не написали его размера, я вам так сходу не схожу. Но я думаю, точно вы сможете нам это подсказать в комментариях, ребятки. Так, так, так. Возвращение на остров. Ну да. Ну да, давайте будем возвращаться на остров и смотреть, что у нас здесь есть. Ну, еще Дункриозавра вам не показал, это гибрид мозозавра. Так, у нас Ксинотодон есть гибрид. Так, тут ребята такие довольно жесткие, нам нужен кто-то рифовый. Ну, пойдет рифовый, он, правда, подменится. А ну, мозозавр на что-то способен. Сороковый мозозавр, ну, думаю, может справиться с бакулитом все-таки, если фартанет. И дальше нам нужен кто-то... Ну, да, Кодерму, что ли, взять, некая-то она слабоватая. У Дарт вроде ничего. Ну, пусть будет. Давайте попробуем. А, можно и укусить. Ромалиозавр. Немазазаврит. Потому его съест не голодом. А точнее, бакулит. А может и не съест. Так, ну, мы бакулита бережем для мозозавра. Он светится таким видом синенький, у него такая аура. Это значит, что он мега вкачанный. А, черт. Ну, ладно. Раз, два, три. Много пришлось потратить. Так, блин, а надо было, собственно говоря, мозозавра защитить. Иначе нам... А, ну, ладно. Акула у нас там, мегалодон прокушенный. Он решил таки подмениться. И проатаковал. Вот, гаденыш. Но, в принципе, нам это подходит. Хотя не очень. Пять, триста. Да, 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 да. Блин, надо четыре в защиту ставить, ребята. Иначе меня мегич может прокусить. Слишком мало жизнью до кадермы. Это я так... Стремненько, стрёмненько. Да, прокусил бы. Прокусил бы, но мы ему покажем дулю с маком. О, нет. Если он поставил хотя бы один... Ну, два балла в защиту, мне хана. Ну, не два, то есть... Если он поставит в защиту, больше двух. Хух, фортануло. Не знаю, почему он проатаковал на один всего лишь. Так, кто-то у нас тут пытается сбежать. Мы этого не допустим. И давайте я же покажу вам дунглиозаура. А, вот он, вот он. Это, ребятки, у нас гибрид. Гибрид дунглиостой панцирной рыбы и, собственно говоря, мазозавра. Мощнейшее существо. Даже нет смысла его вкачивать. Смахивает на рыбу. Ля-ля-ля. Как и мазозавр, дышит воздухом. Более крупным плавником дунглиозавр плавает куда лучше мазозавра. И мощные челюсти позволяют ему охотиться на бронированных водных животных. На тех же дунглиостеев. Например. Ну и всяких членистоногих, ракообразных, паукообразных и прочее, прочее, прочее. О, 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 80-й мозик. Вот таким вот должен быть мазозавр в этой игре. И, кому мы... Давайте возьмем хайнозавра. На сиденье. И... Ну и покажу вам дунглиозавра и для красоты телозавра. Мы принесем в жертву хайнозавра. Все-таки он 12 метров, а мозик 18. Кстати, они по пропорциям видели только что. Они по пропорциям-то вполне себе совпадают. Ну, как бы реалистично пропорции. Между собой, по крайней мере, между мозозаврами. Так, ты того, давай атакуй. Я бы еще телозавра посмотрел, как вы там выглядите. Он пытался путь назад только что. Блин, ну он упорно не хочет, короче. Я не хочу его убить просто раньше времени. Так, ну вот Аттилич... Ну, вообще-то, вот они написали, что он, как бы, глядя на него спереди, он не кажется большим. Типа, он такой, как труба длинный. Но мы здесь видим, что он, наоборот, горбатый. Он кажется вообще прям крупнее мазозавра. Так, чит-ты. Ну, мы тут атакуем по полной и побеждаем. И двойной ряд зубов же у нас. У мазозавра. На верхней челюсти. Есть, кстати, еще, могу сходу сказать, есть насекомое, у которого есть двойная челюсть. И есть водное животное, у которого тоже двойная челюсть. Кстати, из них обоих можно было срис... Ну, точнее, из одного срисовали чужого, а из другого тоже можно было взять образ для чужого. Ну, кто знает, выдавайте ваши варианты в комментариях. А, ну, че, это просто 150 бакинских нам дали. Ну, и ладно. А на этом все. Всем пока. Ух ты, и жду это павшее королевство. Мне нравится картинка. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok